Добрый день, друзья, подписчики и гости нашего канала. Наконец-то я все-таки приобрел себе афганский казан. Давно хотел, как-то руки до этого не доходили. Долго узнавал, где, как купить именно настоящий казан, именно не подделку, их очень много сейчас подделок. Но хотелось настоящий, именно афганский казан. Так как, во-первых, наша пища впитывает продукты, из чего состоит казан. Если это подделка, это будут лишние масла, лишние яды, нитраты. Не хотелось бы. Я долго узнавал, как выбрать и где достать. Все-таки я его нашел и все-таки я его приобрел. И сегодня я вам хочу в двух словах рассказать, как правильно выбрать, чтобы вы не тратили время, как я, не искали, а подобрали, выбрали нужный вам казан. В двух словах расскажу о его нюансах. Итак, друзья мои, первым делом, когда выбираете казан, обратите внимание на коробку. Естественно, я уже распаковал. Она может быть поврежденная, где-то мятая, где-то црапанная. Это не важно. Главное, в оригинальном казане должна быть оригинальная упаковка. Это первое. Все написано. На русском, одним словом, ничего нет. Упаковка должна соответствовать стандартам. Второе. Казан был упакован в вот такой пакет. Ну, на самом деле, сам казан завернут в бумагу, потом пакет. Это очень важно, ребята, потому что в подделке обычно идет или просто пакет, или просто белая коробка. Или непонятные символы, написанные на китайском, на корейском, да на каком угодно языках. Но коробка оригинальная выглядит именно так. И хочу обратить ваше внимание. Видите скотч? Вот этот скотч слегка оранжевого цвета. Он не белый и не желтый. Слегка оранжевого цвета. Это только на оригинале. Подделки обычно это прозрачный скотч или скотч любого цвета. Очень важно клапана. Клапана – это наша безопасность. Видите? Он совершенно свободно ходит. И что на нем должно быть написано? На подделке обычно написано или иероглифами, или может быть болтик сбоку торчать, фиксировать. Здесь же клапан легко снимается сам. Видите? И одевается. Это наша безопасность, ребята. Потому что казан может взорваться. Не дай бог клапан не будет работать. Опять же, ручка. Если вы видите на видео, тоже надписи. Вот как они есть, вот такие они и должны быть. Ну и, естественно, аварийный клапан. Друзья мои, это очень важно. Дальше. Вы извините, пожалуйста, за звуки за спиной. У меня супруга готовит чебуреки. Поэтому немножечко, конечно, качество звука передается. Не то. Но мы хотим кушать. Но чебуреки – другая история, как она готовила. Когда-нибудь мы вам покажем, когда будет время. Дальше, друзья мои. Вот эта надпись, она идет иероглифами. Я смотрел в одном из видео, как мужчина рассказывает, что только в оригинальном казане написано должно быть именно на английском языке. Друзья мои, это бред. На самом деле бред. Потому что в оригинале написано тоже иероглифами. И очень важно. Обратите внимание, не знаю, видео передает или нет. Казан должен блестеть. Только в оригинале казанов идет этот специфический блеск. Но камера, наверное, не передает. А если он матовый и не блестит, это уже не оригинал. Следующий момент – это ручки. Обратите внимание. Ручки на оригинальном казане гладенькие. Никаких ни пупыршек, ничего. И они идут большого размера. Во-первых, это очень удобно. И опять же, друзья мои, если будете выбирать казан другого фирмы, ручки – это необходимо. Я объясню в следующем видео вам, как подготавливать казан к работе. Как его промывать и все остальное. И поймете, что без ручек никуда. А на самом деле, очень удобный вариант. Во-первых, за ручки можно переносить, так как он нагревается. А вот за эти ушки можно подвешивать. Даже над кастром. Просто на проволоке. Поэтому на ручки обращаю внимание. И даже если не эту фирму берете, ручки должны быть. Они очень необходимы, поверьте мне. Итак, посмотрим, что в нем внутри. Освобиваем винт. Скидываем застежки наши. Снимаем упор. Видите, все качественно. Никаких пупырышек, ничего нет. И, естественно, снимаем крышку. В комплект в данном казане входит уже подарочная упаковка специй. На самом деле, мне это не нужно. Но все равно приятно. И дополнительная прокладка. Друзья мои, прокладка силиконовая. На оригинале идет она оранжевого цвета. У подделки сразу идет или светло-бежевого цвета, или белая. Это сразу подделка. Но, опять же, друзья мои, я рекомендую эту прокладку изначально сразу поменять на силиконовая. Силиконовая, поверьте мне, намного лучше. Дальше смотрим. Идет еще одна запасная прокладка. Это пакеты упаковочные. И паспорт. Паспорт, естественно, должен быть со всей продукцией этой фирмы. Обратите внимание также на зазоры. Сейчас он еще пока не обработанный, не совсем чистый. Но, видите, гладенький совершенно. Нет ни заусенцев, ни подтертостей. Вот такой он должен быть. Внутри алюминий, не ждите от него супер качества. И внутри шлифованный алюминий. Это тоже очень важно. Итак, друзья мои, подведем итог. Когда выбираем казан, первым делом обращаем внимание на упаковку. Вторым делом на само изделие. Смотрим, как оно выглядит, чтобы он блестел, чтобы не было пупырышек, осколов и всего остального. Надпись. Надпись, в принципе, и на подделках, и на оригиналах. Она, в принципе, соответствует. Дальше, друзья мои, смотрим на ручку. Это очень важно. И на прокладку внутри. Прокладка, поверьте мне, это тоже наша безопасность. Вот так выглядит оригинальная прокладка. Дальше, друзья мои, не забываем, что для каждой семьи объем должен быть разный. В моем случае я купил казан на 15 литров. Так как рабочее состояние казана будет составлять, в принципе, где-то 12 литров. Рабочее состояние, чтобы вы понимали, это буквально вот по эту рисочку. Остальное, это все для давления, для того, чтобы собирались газы, чтобы наша пища готовилась, тушилась. Одним словом, выбирайте себе под свою семью. Если у вас два человека, вам достаточно, в принципе, 10 и 8, и 6 литров. Я выбрал себе на 15. Так как от размера казана, в принципе, мало что зависит. Если я захочу, я в этот казан могу две картошные кусочки мяса, буквально чуть-чуть заложить, и он будет работать. Но если к вам пришли гости, и вы хотите его наполнить полной, извините, уже ничего не получится. Так что, друзья мои, выбирайте казан такой, как вам нужен. Я рекомендую, 15 литров, это оптимально. Или самый обиходный, это 10 литров. А вам выбирать самим. И опять же, дорогие мои, не забывайте про клапана. Клапана, это наша безопасность. Если они работают, значит, мы не ошпаримся, и казан не взорвется. Ну все, я очень надеюсь, что вам мой видеоролик понравился, помогло. А я пошел кушать, супруга уже чебураки приготовила. Но это совсем другая история, как-нибудь покажем. Дорогие мои, завтра буду его обрабатывать, перед тем, как готовить. Ну и, естественно, будет видео, что и как я в нем готовил с рецептами. Поэтому до встречи, друзья мои, на моем канале. А кто не подписался, подписывайтесь. До новых встреч, пока-пока.